Всем привет! С весны прошлого года катаюсь на Jack Sunray и чем хотел поделиться. Также очень сильно он ржавеет после того ДТП. Так и не дошли руки сделать его. То запчастей не было у дилера. Теперь весна, времени нет. Приходится всякое возить на нем. Даже под капотом стал ржаветь. Даже отсюда видно. Здесь даже вроде бы ничего. Болт целый и целое крепление. Все равно ржавеет. Это ладно. Что касается езды, резина вообще для зимы не подходит. Он и так супер непроходимый. Блокировки у него нет. На любом льду он буксует. Вот недавно застрял в луже. Толкали его вчетвером, так и не смогли выехать пока Нива не приехала. То есть вообще ни вперед ни назад. Причем это была дорога. Просто такая длинная лужа со льдом. И все. Он встал. То есть вообще проходимость в нем ноль. Без зимней резины. Если где-то вообще выпадает снег, делать на нем нечего. Стабилизация работает непонятно как. Чуть стоит с газом переборщить на повороте, его сразу разворачивают. Пустой вообще сильно. Под грузом тоже не особо. Вот поэтому. И летнюю резину, если вот так вот на будущее ездить, я бы поменял. Потому что это туповая. Она летом-то на ней так себе. Не дай бог грязь какая или что, или дождь. То есть ездить на нем нереально. Вот если взять, то почему я вот так вот встал здесь. Половина на асфальте, половина на... Это в принципе обычное место для парковки. Там даже видно, что я каждый день паркую здесь. Просто потому что я застреваю постоянно на нем здесь. Я не могу подъехать в теплице. Вот получается с начала сезона мы и дрова, и все компоненты там необходимые. Мы таскаем отсюда, и у меня работяги уже замучились. Вот они меня постоянно просят подъехать туда, но вот даже следов нету. Мы никогда не подъезжаем, потому что стоит только съехать двумя колесами с асфальта здесь, и он сразу встанет. То есть уже проверяли мы это. И все, мы больше что не ездим, мы паркуемся как бы только здесь. Вот. Двери. Помимо того, что левая она так и не закрывается нормально, теперь перестала еще вот эта закрываться. Приходится из-за вот этой резинки. Эта резинка на место почему-то не перестала вставать. Вот. И когда таскали палет, точнее, когда грузили каром палет сюда, с торфом, погнули вот этот вот крепеж. Так и не смог его что-то откручивать, так и не смог на место поставить. И вот эта вот резинка, она не встает на место, и вот эта дверь, как бы она вот так вот сразу, она никогда не закрывается нормально. Ее приходится сильно закрывать, чтобы она как бы закрылась. То есть если просто кто-то там закроется, вот так вот, она никогда не закрывается нормально. в принципе с этой дверью не лучше она тяжело очень-очень тяжело открывается и когда ты с чем-то идешь туда заходишь много усилий приходится прикладывать чтобы ее открыть ну и закрывается она соответственно тоже чтобы она закрылась первого раза это надо закрываешь она не закрылась и он будет пищать это стопроцентно закрыть она нормально может датчик плохо срабатывает может она по факту и закрывается но он тебе пищи когда ты ешь постоянно что дверь открыт вот ну в принципе так как было все вот вот на таком вот люди на нем нереально он сбуксует в принципе сейчас можно будет даже показать это трогать не едет так что зимой зимой мне не понравилось есть то есть если снег выпадет там то на нем на нем просто нереально ехать он не он едет в город на нем не заедешь без зимней резины сто процентов то есть без вариантов ну как